Микс Ньюз. Утро на балконе. Исполнительный директор общества за легальное содержание Датса Кодзева у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Поговорим мы сегодня о исследовании, о таком традиционном завершении года. Каждый год мы еще до конца зимы, как правило, продолжаем подводить итоги предыдущего года. И что с легальным или нелегальным контентом? Как ситуация улучшается, ухудшается? Какая динамика? Да, мы же третий год подряд вместе с Газполицией ведем ежегоднюю пресс-конференцию и смотрим на предыдущий год, какие были результаты. И это уже была третья пресс-конференция. И поэтому мы тоже подвели итоги не только за 2019 год, но и за прошлые три года. И цифры очень радуют. В прошлом году полиция прекратила доступ к нелегальному контенту телевидения 11 тысяч домохозяйств. И если считать вместе 2017 год по 2019, то это вместе минус 49% уже. Если в 2016 году, когда наша ассоциация начала работу, мы сделали первое исследование, какой объем нелегального телевидения в Латвии, то это было 100 тысяч домохозяйств. И сейчас осталось 51 тысяча. Так что такие хорошие результаты, тоже, как говорил начальник полиции Андрей Гришин, что таких результатов нет у ни одной другой индустрии нелегальной. Если мы сравниваем там контрабанда, сигареты, алкоголь, топливо, таких результатов, как у нашей индустрии, нет ни у кого. Но все равно работа осталась еще с этим 51 тысячей. Ну и самый большой вызов – это дигитальное пиратство, все, что происходит в интернете. Но у нас в полиции тоже есть план насчет этого. Полиция объявила войну торрент-трекерам в Латвии. Они знают технически, как их выловить, этих трекер или серверах, где этот нелегальный контент содержится. И так что будем продолжать тоже в этом году. Вот что касается торрент-трекеров, может быть, чуть подробнее. Многие даже пугаются от одного такого названия. В чем выражается вот этот вид в какой-то степени действительно преступной деятельности? Что это такое? Ну это тоже самое воровство контента. Сама программа торрентов, она не является нелегальной. Это просто как софт-программа, где пользователь может обменяться контентом с большим… Ну да, скоростью и тоже большими этими мегабитами. И это происходит так, что, например, если у меня на компьютере… Я как пример теоретически. У меня стоит два фильма, у Абика стоит пара сериалов, и у вас тоже что-то там имеется. Там, не знаю, новый какой-то музыкальный альбом. И тогда этот софт просто соединяет все наши компьютеры, и этот контент держится в этих торрент-трекерах. И все, которые скачали эту торрент-программу, обменяются всем этим контентом. Это краденый контент, это новые фильмы, сериалы, фотографии, книги там. Очень много контента. Одно из наших задач тоже в этом году, что мы сделаем исследование насчет всего контента в торрентах, что находится, чтобы вы видели, сколько там процентов фильмов, сколько сериалов, сколько музыки, сколько другого контента. Так что это дигитальное пиратство, это не только в Латвии, это везде, это большой вызов. Как это технически возможно? Потому что, ну, мы знаем, что, например, в какой-нибудь Франции или Германии ты просто не откроешь портал классический, да? Есть несколько, которыми пользуются, я думаю, что очень многие. И есть страны, где, например, Pirate Bay, которая тоже популярная такая программа обмена нелегального контента. Есть страны, где он запрещен и где он блокируется просто через интернет-провайдеров. Это в Англии тоже, да, в Франции. Технически это возможно? Технически это возможно, да, через интернет-провайдеров. Но у нашей полиции другой немножко метод. Я не могу вам рассказать подробности, потому что это оперативная информация. Но они знают, как они очень хорошие стали специалисты за эти три года. Потому что меня очень радует, они уже в таком уровне IT-инженеров. И я помню, как мы начали три года назад и какой уровень сейчас. Так что, да, скоро тоже в Латвии дигитальное пространство станет более легальное. Но если кто-то пользуется, это виноват кто? Вот сейчас, да, там, не знаю, можно сравнить с законом за проституцию. Виноват клиент, хотят штрафовать клиента. Здесь тот человек, который качает, он к нему будут приходить? Или ресурс просто как-то обрубать? По закону должно быть сделано это какая-то ущерб правообладателям, чтобы начать уголовное дело. 10 минимальных зарплат, что по деньгам это 4300 евро. И тогда надо доказать, что сделает этот ущерб. У нас были пару случаев. В прошлом году было с одним новым фильмом Андрея Экиса «Класса с целой дуайомс», где просто в Ютубе был поставлен этот фильм. И было очень много тысяч просмотров. И просто там тогда методика, как этот ущерб считается, что просто берется, например, средний ценам билетов в кинотеатр, или сколько стоит этот фильм, если его легально покупать, например, в этих стриминг-платформах, как pay-per-view за один просмотр. И в таком случае тогда возбуждается уголовное дело, и полиция тогда контактирует с Ютубом и вычисляет адрес IP, откуда этот контент пришел. Скачали. Да, откуда его скачали. И тогда начинаются все оперативные действия. И тоже очень важно сказать, что если людям до сих пор кажется такой стереотип, что в интернете можно делать все, что хочется, и никто никого не найдет, и что люди там анонимные, что это совсем не так, потому что интернет – это большая сеть, и все взаимосвязано, и все можно вычислить, с каждого можно вычислить по IP-адресу вашего компьютера, а у вашего телефона этот уникальный код у каждого телефона. И так что это даже легче, чем в физическом пространстве найти преступников. Да. Ну вот, как мы знаем, у нас политики тоже не сидят сложа руки, они тоже думают, как бы жизнь делать интереснее, может быть, вас загрузить работой. И вот одна из инициатив, я так понимаю, что она исходит, кстати, от президента в том числе, это законодательно каким-то образом ограничить вот этот базовый пакет телевидения. Я думаю, что все понимают, какой подтекст у этого. В основном попытка ограничить, может быть, российский контент, по крайней мере, вот в этом базовом пакете для кабельных операторов. Но это фактически ведь сужает возможности для тех людей, которые хотя бы все делают легально. И они будут не только уходить из этого кабеля в телевидении, но, к примеру, в спутник, но и искать пути, как это все делать нелегально. Если не дается возможность легально это делать. Вот я так понимаю, что вы тоже выразили озабоченность, в том числе и депутатам. Вот, может быть, несколько слов об этом. Да, вы правильно сказали, что это приложение тревожит, что люди опять уйдут на нелегальный контент и эти платформы, где они все равно будут получать эти каналы, которые они хотят смотреть. И у нас уже есть практические доказательства. Например, моя коллега из Болткома говорила, что люди, которые тоже слышали это предложение, клиенты Болткома, они звонили Болтком и в прямом тексте мне сказали, мы уйдем в эти нелегальные спутники российские, вы нам ничего не запретите. Тоже были прецеденты, когда НеплП, Совет по электронным СМИ, запрещал, например, РТР России, ретрансляцию на пару месяцев. Тогда портал СС был полен предложениями. Приходите к нам. От пиратов всякие эти объявления. Приходите к нам. У нас никто ничего никогда не запретит. И да, наша ассоциация очень озабачивает это предложение, что люди уйдут в это нелегальное пространство опять, и все наши хорошие результаты. Надо будет начинать все сначала. Это один аргумент. Но другое, что мне очень понравилось, как это было журналист из Ставия-3, который делал сюжет об этом предложении, что он очень хорошо подвел итоги, сказал, что это предложение опоздало на 20 лет. Да, я тоже обратил внимание на этот сюжет. Всего лишь, на 20 лет. Это была цитата недели, по моему мнению, потому что тоже как меняется индустрия, потому что все от линеарного телевидения, когда вы смотрите, например, канал, когда вы включаете, или смотрите то, что вам показывает, то сейчас люди уходят на этот контент под заказ, когда вы смотрите, что когда хотите, на каком устройстве хотите, когда вам удобно. Это все так делают, я так делаю, сейчас хочу какие-то новости посмотреть, те же ТВ-3, я это смотрю уже потом, когда мне удобно. И фильмы, и все остальное. И где вам удобно, на компьютере, планшетке или на телефоне. И этот путь, как индустрия развивается, это базовый пакет, это термин только одной технической платформы, кабельных операторов, а телевидение распространяется и по спутнику, сейчас по интернету. И это приложение не будет относиться ни к спутникам, ни к интернету. И такой базовый пакет, он как термин, он пару лет, и он вообще исчезнет, потому что люди будут просто под заказ, как в ресторане вы приходите, и меню заказываете, и вы будете заказать контент, как вы хотите, такого базового пакета, скоро вообще как явления не будет. Так что я надеюсь, что политики заслушаются, наше мнение, индустрии. В следующий вторник мы идем в комиссию по правам человека, обсуждать именно вот это предложение, и там будут все, там будут и наши ассоциации, ассоциация маленьких кабель-операторов, радиоорганизации, ассоциация вещательных организаций, это которые местные правообладатели, и рекламная ассоциация тоже будет там, потому что всех это тревожит, это предложение. А вот все-таки так, чтобы люди понимали, ведь в результате к чему это приведет? Ведь все равно, допустим, те или иные каналы ведь не запрещаются, просто они стоят дороже, да, и для многих людей, наверное, менее доступными. Так я понимаю, ведь речь идет только о базовом пакете. Если кто-то хочет купить самый дорогой, наверное, для него будет такая возможность купить любой канал, в том числе, не знаю, РТР или там. Да, конечно, самый дорогой пакет, побольше денег можно купить, да, конечно. И этот базовый пакет, он вообще тоже нет в законе дефиниции, что это вообще такое. Потому что, например, мои коллеги из ТЭТ, бывший Латтелеком, у них базовый пакет состоит из 60 каналов. Если такое предложение будет принято, они там посчитали, что они тогда выполнят эту квоту. Уже сейчас? Да, уже сейчас. Потому что, ну, это предложение, оно настолько абстрактное и непонятное, что даже трудно что-то там комментировать детально. Нет, я не хочу вас сталкивать с президентом, но вот иногда возникает такой вопрос. Ну, как, допустим, у президента есть советники, да, он знает, что есть специалисты в этой сфере. Ну, в Латвии довольно много, в том числе ваша организация. Спасибо. Да. Почему, когда вот те или иные инициативы такого рода выходят, сначала перед тем, как их публично озвучить, просто не обсудить, мне кажется, с профессионалами. Да, я понимаю, честь и хвала господи Левицу, который владеет несколькими европейскими языками, и, может быть, он там смотрит и наслаждается французским телевидением, что называется цеплнос, да, но у нас, наверное, процентов 90 населения французским языком свободно не владеет по непонятной причине. Даже еще больше процентов. Да, ну, я так дипломатически сказал, да, но вот можно, конечно, этот пакет сделать там на французском, испанском, итальянском языке, да, в фламандском, пожалуйста, да, но для кого это все? Это очень хороший вопрос, но я думаю, я не тот адресат, кому его задаваться, это тоже было... То есть к вам сначала не обращались за какой-то экспертизой? Нет, это тоже был один из моих комментариев, когда меня спрашивали медиа, что образ, как это все началось, и так в спешку, там, закон был открыт об электронном СМИ, совсем с другой целью, просто между чтениями что-то быстро, там, как это... Состряпать, да. Да, да. Спасибо за помощь, да. Вот именно, почему не посоветоваться сначала, да, с легальной индустрией, посчитать все плюсы, минусы. Ну, к сожалению, это происходит не только в нашей индустрии, но... Потому что иногда ведь не надо ждать, пока закон примут, не все люди в нюансах разбираются, они услышали, что, о, собираются запретить, ну, условно говоря, или ограничить. Надо уже готовиться, переходить на другие варианты, не нужно ждать. Да, и ваш комментарий по французскому языку, у нас тоже в индустрии есть такая, как бы, шутка, что люди, те, которые смотрят телеканал французский, арте, он называется, такой культурный, что они знают друг друга лично, потому что их можно сосчитать на пальцах, да. Знаете, я замечательный анекдот, могу сказать, значит, ну, в поезде садятся два человека, значит, и один там редактор, да, значит, и смотрит, читает неожиданно его журнал, да, значит, человек, который сидит рядом, у него в купе, да, значит, и он говорит, а вы как этот журнал, вот купили, наверное, в киоске, да, он говорит, не-не, я по подписке, и этот редактор вскакивает и говорит, так это вы? Ну, то есть, единственный подписчик оказался, да, ну, то есть, из этой серии, да. Да, вот именно, потому что, ну, по-моему, тоже политики что-то путают, нелегальный контент как таковой, что там, не знаю, необъективная информация или лживая, или призыв к насилию, расизм или там детская порнография, не дай бог, это нелегальный контент, это совсем другая опера. Мы говорим об легальном контенте, эти русские каналы на русском, они легальные, кстати, они не зарегистрированы в России, а у них лицензии Евросоюза, они зарегистрированы в Швеции, в Англии больше не Евросоюз, ну, еще один год там переходный период в Англии, в Испании, да, это европейские каналы, они просто на русском языке, это легальный контент, и просто вот мы как ассоциация боремся за распространение контента легально, они не знают, что борются с какими-то призраками, я знаю. Сейчас еще одна есть, наверное, проблема, не знаю, насколько это касается вашей организации, но тем не менее, мы знаем, что сейчас стали, ну, не только, наверное, в Латвии, пристали смотреть к тем персонам, которые находятся вот в этом санкционном списке ЕС, и они могут оказаться выгодобополучателями тех или иных каналов, да, и иногда получается такая странная ситуация, мы помним, по-моему, в конце прошлого года запретили целый ряд 9 каналов, потому что выяснилось, что одним из выгодополучателей является некий Ковальчук, который в санкционном списке Европейского Союза, да, и я посмотрел, что там, условно говоря, запретили каналы связанных со здоровьем, животные, какие-то мультики, фильмы, да, и совет по национальному электронному СМИ все время говорил, что мы будем бороться с российской пропагандой, запретили Бобер, ну, я смеюсь, говорю, а Киселев и Соловьев все на месте, да, так сказать, то есть мы спрашиваются, это мы так боремся, и потом насколько вообще, вот кого мы с помощью вот этих действий наказываем, зрителей или Ковальчука, который знать не знает, что его каналы там еще через посредников где-то вещают. Это очень хороший вопрос, я бы тоже хотел узнать ответ на этот вопрос, но вам надо пригласить кого-то из совета по электронным СМИ, потому что мы тоже до конца всю информацию не знаем, мы знаем, что там было что-то секретное. Но по спутнику этот Бобер, к примеру, тоже могут смотреть? Конечно, да. Смотреть, да? Насчет спутников мы тоже посчитали, сколько этих нелегальных спутников, домохозяйств, которые пользуются. Есть и нелегальные. Да, но эти цифры довольно большие, тоже около 40 тысяч домохозяйств пользуются услугами спутниковых операторов Российской Федерации, которые нелегальны на этой территории, потому что в Латвии единственный легальный спутниковый оператор это бывший ВИАСАД, сейчас он называется Хоум-3, и да, это большое количество, и мне тоже как-то кажется немножко странно, что в какое направление идет эта борьба. Ну, как бы это выражение, ищем не проблема, а где светлее или где легче найти кого-то и наказать. Ну, это так выглядит со стороны. У меня нет полной информации, потому что знаю, что там служба госбезопасности тоже участвовала в этом процессе вместе со Советом по электронным СМИ, так что это все госсекрет. Это когда в той истории, когда говорят автомобилисты недовольные, говорят, ну что вы, полиция, что вы нас все время штрафуете, вы смотрите, что твои велосипедисты, они говорят, а где ты их догонишь? Они во двор свернули на велосипеде, и все, а вы тут с номером. Если вы упомянули, что на 20 лет опоздали, вы с этим согласны, какие можно рекомендации дать для того, чтобы уже не с последствиями какими-то бороться, и такими, которые звучат уже нелепо, а идти как-то впереди. Мы знаем, что мы войти вроде не на последнем месте, как-то для того, чтобы быть передовыми в этом плане. То, что мы предложим в следующей неделе политикам в Сейме, чтобы они, правда, решали проблему с распространением нелегального телевидения и что-то бы сделали с этими спутниками. Кстати, мы уже в прошлый год сделали проект поправок в закону по Айсаргата Покалпуэм, Лейкумс. Защита услуг. Ну, это как бы, не знаю по-русски, и это правильно перевести, Айсаргата Покалпуэм, Лейкумс. Закон о защищенных услугах. Да, и там мы предложили просто решить эту проблему нелегальных спутников, но этот законопроект все еще находится в Министерстве транспорта и связи, и пусть политики тогда помогают двигать быстрее этот закон, тогда что-то надо с интернетом тоже делать, вот это, например, то же самое, пример с РТР каналом запрещают только 38 кабельным операторам, в Латвии, которые работают уже легально, которые покупают контенты и платят налоги, и платят правообладателям, а в интернете то же самое и YouTube, и РТР канал в официальном аккаунте, там ничего не происходит, потому что можно и связаться, тот же самый совет по электронным СМИ, можно с этим YouTube связаться, они, кстати, очень реагируют быстро, вот у меня опыт личного, наша ассоциация насчет фильмов, или Facebook тоже там, где у них эти каналы, они реагируют в течение 30-40 минут, и просто надо представиться, что вы компетентные органы, и что в этой территории этот канал запрещен, и тогда YouTube может поставить с геоблокинг на Латвию, на нашу зону, а эпизону и в Латвии не виден этот канал. Просто что-то надо делать, а не просто притворяться, что мы что-то делаем, наказывая еще легальных кабельных операторов, которые так уже ограничены во многом, им только ставят новые ограничения, и тоже анекдот про коня, которого хозяин хотел деньги экономить, не кормить, и потом он умер внезапно, и как это так, да? Непонятно почему, да? Да, непонятно почему. Вы упомянули, что когда запрещают каналы, вот этот всплеск, да, интерес к пиратству и к каким-то другим способам получения, получается, что мы еще все-таки не привыкли, и у нас не поменялось. Но, наверное, у нового поколения, как бы мы не относились к этому термину, у них уже идет, что там Netflix, не знаю, Spotify, подписки Apple Music, что уже как-то не качаем эту же музыку, намного удобнее там подписка и слушай, что хочешь, спокойно не думая. Но все-таки еще есть часть общества, которые все равно в эту сторону смотрят. У них мышление еще само не поменялось. То есть они вроде как готовы жить по правилам, но если их где-то прижимают, то они все равно возвращаются, ищут способы, как бы где обойти. Ну да, есть такая проблема, особенно старшему поколению, что они просто эти новые технологии, эти новые виды еще или не знают, или побаиваются. и как-то, да, ну, помедленнее у них это миграция, это новый этот путь, ну, как люди контент используют. Но это тоже вопрос времени, и тенденции, правда, показывает, особенно в США, очень упал рынок кабельным операторам, потому что Netflix, и Amazon, и HBO, и все эти большие стриминг-платформы, и сейчас Disney Plus еще сделала свою платформу, там просто так в скалу упало. Ну, там телевидение было очень дорогое, там, например, подписка кабельного оператора стоила где-то 150 долларов, а Netflix стоит 10 долларов в месяц. Большая разница, согласитесь, так что, да. И вот мы сейчас стоим в таких перекрестках, и сейчас какие-то движения начнутся, ну, как я говорила, что люди будут смотреть то, что они хотят, где они хотят, и не можно их заставить с 8.30 смотреть панораму, да. А наш рынок ждет тоже такое падение рынка кабельных операторов, потому что тоже как-то YouTube у всех, и программ есть там свои тоже каналы. Ну, конечно, наши кабельные операторы тоже смотрят тенденции глобальные, как все происходит. И меняется, да? И меняется, и, например, у нас тоже есть эти стриминг-платформы, уже 4 года у Тета есть Shortcut, очень успешно они как-то уловили эту тенденцию, и что люди хотят местный контент, они делают местные сериалы. Это очень хорошо, потому что актерам нашим есть работа, индустрия тоже развивается, кино, и есть Go3 платформа бывшей TV Play, Megago есть для русскоговорящих, TV-дом, по-моему, закрыли проект только что, да. Так что, конечно, никто не спит, и все смотрят эти тенденции. А, Болотком тоже сделал платформу открытого интернета, чтобы люди просто смотрели контент под заказ. Так что развивается тоже в правильном уровне. Еще вот такой, может быть, вопрос. Вот что касается доступности. Ну, что в Риге мы все знаем, ну, есть разные возможности, кабельные, спутниковые, интернет и так далее. Что касается регионов, насколько, допустим, они могут любого кабельного оператора привлечь, чтобы получить этот легальный контент? Или там все-таки тарелка – единственный выход? Не только тарелка. Есть у нас 38 кабельных операторов, и есть и такие маленькие. В регионах, да? Да, в регионах тоже. Так что это покрытие довольно хорошее. У нас очень хорошая пенетрация покрытия интернета, и она растет с каждым годом. Сейчас уже 4,5 части страны уже есть, у них интернет, и мобильный интернет тоже доступен везде. Так что, да, это не единственный, ну, спутник не единственный способ увидеть телевидение тоже в регионах. Сейчас еще под Новый год открыли эти две новые башни. Там Латгалии, в пограничном регионе, если вы видели, там тоже было большое открытие, президент участвовал. Так что не можно сказать, что вот, потому что где-то в регионе, что недоступен контент. У нас есть звонок, звоните нам 67212-93-9, 67213-93-9, телефон напрямого эфира, исполнительный директор общества, организация за легальный контент даться. Отзывы у нас стоит. Да, работает и WhatsApp, но пока мы ждем звонок, может быть, такой еще один вопрос, которого хотел задать. Есть такое, может быть, не знаю, мнение, что вот этот нелегальный контент, особенно вот спутником, пользуются вот эти домашние хозяйства, где вот просто дома частные. И тогда такой возникает вопрос, ну, не все же люди в нюансах знают, кто там лицензирован, кто предлагается услуга, даже может почтовый ящик бросается, вот эта вот рекламка. Ну, фирма и фирма, они даже, может, какой-то договор предлагают, кто будет проверять, насколько они лицензированы, как вообще это делать, и почему люди должны об этом задумываться. Если они, конечно, сами ищут нелегальный контент, это одна история. А если им предлагается и даже приносит договор, да, будет какая-то там фирма указана. Ну, у нас нет такого детального исследования о пользователе нелегального спутника, потому что это никто не будет признаваться в этом, да? Не, ну, когда все-таки полиция начинает говорить, что вы пользуетесь, да. Но тенденции такие, что многие, особенно те, которые живут в Латгалии, где граница близко, да, Гопус, Резакна, они покупают эту услугу в России, территории России, и заключают договор там с Триколорой НТВ плюс там. И если человек прочитал этот договор, там черное по белое написано, что это услуга для территории Российской Федерации. Так что говорить, что я не знал, этот аргумент в этом случае не работает вообще. Те, которые предлагают еще, потому что полиция, да, у них есть профиль этих субъектов, которые это делают. Это люди, которые работают, например, в магазинах, где продают электронику или какие-то устройства, и тогда они под стол предлагают эти услуги спутников. Как бы заходите, не знаю, купить компьютер или там, не знаю, что-то другое, даже розетку, и вам предлагается эта услуга. Тоже без договора, платите в наличку. Ну, не знаю, как это выглядит легально. То, что я рассказываю, незнание от ответственности не освобождает. Да. Потому что там нету никакого такого договора, как с Болткомом, с ТЭД, там с другими операторами, где приходит к вам домой человек в униформе, там ничего такого нету. Так что я бы не стала на сторону этих пользователей, потому что они очень хорошо понимают, что они делают. Давайте будем принимать звонки, одевать, пожалуйста, наушники. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Я уже не знаю, заранее извиняюсь, вдруг это не компетенция вашей слушательности, вашей... Гости, да, слушаем вас. Да, гости, да. Значит, смысл такой. Получил от Болткома бумагу, которую с 1 апреля они повышают на 1 евро цену за оказываемые услуги. В то же время, вот сейчас кончится у вас передача, вы услышите, как они в рекламе, на Болткоме в рекламе 60% скидку предлагают тем, кто к ним сейчас придет. То есть так получается, что за счет тех, кто, ну, как будем говорить, старые клиенты, пытаются привлечь новых клиентов. И меня об этом не спрашивают. Договор, не договор, в обязательном порядке заплати этот евро и все. Причем это второй раз уже. Ну, за последние годы там, да, у меня. Я в очень порядке заплати и все. Такой маркетинговый ход, как сейчас. Ну, это, к сожалению, маркетинговый ход. Я человечески понимаю, да, что эти клиенты, которые уже лояльны и годами, что они платят, а новых привлечь можно только со скидками, потому что все операторы так делают, и надо как-то конкурировать. Ну, не знаю, может быть, этот человек может потом с вами связаться, ставить какой-то контактный номер. Я могу попробовать узнать у коллег Болткома. Вот такой вопрос, который я хотела задать. Есть ли у вас статистика по судебной практике наказаний за использование нелегального контента? Кого чаще всего наказывают, если вообще наказывают? Потому что у нас часто бывает, когда мы видим картинку, даже по телевидению, обыски, аресты там в масках, обвиняемый или подозреваемый закрывает лицо капюшоном. В общем, маски шоу проходят месяц, второй, третий год и ничего. Маски шоу в нашей индустрии полиция не делает. Они очень тщательно сначала собирают информацию и доказательства и готовятся, если нужен какой-то рейд и кратэйшенок. Обыск. Обыск, да. Потому что это очень ограничает человечные права и они это без доказательств не делают. Но в 2017 году были начаты 19 уголовных дел, в 2018 году 11 и в прошлом году 10. И что нас радует, что были уже 4 судебных приговора по дистрибуции нелегальной телевидения. И что очень важно, что суд без преда решил потерпевшим, которые правообладатели ТВ-контента, около 200 тысяч евро в виде компенсации. И это тоже солидная сумма. Ну это вместе по всем этим процессам. Но сумма солидная, что очень важно тоже говорить об этих суммах, потому что люди до сих пор не понимают, какой экономический ущерб делает эти пиратские действия. А действительно ущерб серьезный? Действительно, да. У нас методика, которую уже прокуроры и судьи используют, что это методика лицензии. Например, если легальный ТВ-канал, не легальный ТВ-канал, а ТВ-канал легальным оператору продает свой контент и заключает договор на год, тогда канал стоит N-сумму и в этом пиратском пакете там около 200-300 каналов и там можно хорошую сумму посчитать. Так что это очень важно тоже людям понять, что это телевидение, фильмы, тоже музыка, весь контент имеет экономическую ценность, что ты не просто так вот хотел что-то посмотреть и смотрю. Бюджет ежегодно одного канала это пар миллионов и фильм тоже в снятии одного фильма голливудского участвует пара тысяч людей, это все интеллектуальное имущество и оно тоже имеет ценность, поэтому эти судебные дела, которые делает президент Латвии, потому что до этого не было в этой сфере никаких решений и эти компенсации показывают, что это правда имеет экономическую ценность и почему надо вообще платить за телевидение, за фильмы, за музыку. Что, как это технически происходит? Полиция выяснила, кто пользуется этим нелегальным контентом. Им стучат в дверь, приносят штраф. Нет, полиция работает с распространителями нелегального контента, не с потребителями пока еще. Так что, как они это делают? Мы от ассоциаций даем им информацию, потому что мы лучше всех знаем наших нелегальных конкурентов и мы даем информацию полиции, что, не знаю, в таком-таком городе в районе Риги распространяется телевидение. Очень многие мне звонят сами потребители и говорят, что что-то мне кажется не в порядке с моим поставщиком телевидения, какие-то провода в подъезд там болтаются и какие-то рекламы странные приходят, потому что был один такой очень скандалозный случай, что один из этих нелегальных распространителей они пугали людей так, это было на улице Перновас, там этот район, что они в почтовый ящик бросали такие письма, что вы должны немедленно отказаться от своего оператора от телекома, болткома, потому что у нас эксклюзивные права на этот адрес и представлено какое-то решение суда, Верховного суда, а это решение это совсем на другую тему, они думают, что люди вообще не читают и просто пугаются, увидели там это кто-то и не читают, да, те, кто читают, я так понимаю, обратились туда, куда надо. Да, да, и это была очень большая организованная группа, там было вместе 40 фирм, которые участвовали в этой схеме нелегального телевидения, и, кстати, они заплатили вот половину из этой суммы, которой я говорила, 200 тысяч, вот именно вот эта группа, потому что никто не хочет в тюрьме сидеть, да, лучше заплатить. То есть к потребителю на сегодняшний день никто не приходит, никак, никакой ответственности, кроме как моральной. Если можно доказать, что он сделает этот ущерб 10 минимальных зарплат, вот, например, как я говорила, это пример с фильмом в Ютубе, тогда он тоже имеет ответственность. Но сейчас вот полиции, ну, фокус эти три года было как раз дать удар по этим распространителям контента, а не потребителям. 67212-93-9, 67213-93-9, есть у нас звонок, мы сейчас приняли в завершении. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а какой-нибудь, скажем так, ну, вес вообще в принятии решения у операторов по ассоциации есть? Ну, потому что, вот давайте на примере канала РТР, ну, как это, просто по определенным политическим и другим соображениям решают закрыть просмотр канала. Мы же в 21 веке живем, и Солбово не в Зимбабве где-нибудь, но операторы, ассоциации что-нибудь могут сказать? И вообще вопрос такой вдогонку, а почему, собственно, надо канал прекращать? Ведь программа канала доступна, не знаю, там сотни источников можно посмотреть, во сколько тот же Соловьев будет вещать, но в это время на 40 минут. Спасибо. Спасибо большое, это очень распространенный вопрос, в принципе логичный, потому что зачастую смотрят те или иные российские каналы, потому что там интересные шоу, интересные фильмы, и отнюдь не потому, что там есть какая-то одна или две пропагандистские передачи, скажем так. Да, я полностью согласна с человеком, который звонил, и этот вопрос правда нужно адресировать тем, которые принимают эти решения запретить какой-то канал, и правда это нелогично, потому что это, как я сказал, дает удар только по 38 легальным кабельным операторам, это не решает проблему спутники, в интернете, как человек тоже сказал, потому что у каждого из этих каналов есть официальный аккаунт в Ютубе, в Фейсбуке, и это домашний адрес в интернете, где идет прямая трансляция, и это просто ничего не решает. Самое интересное здесь прибиваю, когда там закрывали в очередной раз на три месяца РТР, объяснение было такое, что за полгода до закрытия где-то на какой-то передаче Жириновский что-то сказал, поэтому мы закрываем весь канал на три месяца спустя полгода, ну или нужно как-то оперативнее реагировать на все это, потому что все уже забыли, когда он чего, кому сказал, а во-вторых, а к чему здесь все передачи, там не знаю, там мультфильмы детские, да, или там не знаю, передачи о здоровье и какое-то политическое. Ну да, оперативно это нельзя сделать, потому что есть директива аудиовизуального СМИ в Евросоюзе и там очень четкая процедура, которую надо соблюдать и там должно накопиться три нарушения в каком-то течении времени и надо согласовать северокомиссией перед закрытием канала, так что это не так уж просто и поэтому так как комически получается что-то кто-то сказал, полгода назад никто больше не помнит, но нарушение приходит вот именно сейчас. Поэтому закрываем весь канал. Да, и это из-за этой директивы, но она такая и надо соблюдать нам как стране Евросоюза. На сегодня нам пора заканчивать исполнительный директор общества за легальное содержание даться к отзыву было у нас в студии. Продолжение следует...